Добрый день, дорогие посетители информационного портала улправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева и в эфире передачи Актуальное интервью. В Ульянск пришла весна, а вместе с ней и Паводок. Некоторые районы области уже затоплены, в том числе в городе Засвияжский железнодорожный район. Что может спасти дома ульяновцев от наступления воды? Поможет и очистка канав и привлечение инженерной техники. Ну а самое главное – это вовремя среагировать на проблему, как это сделали герои нашей сегодняшней передачи. У нас в студии директор муниципального бюджетного учреждения Управления инженерной защиты Нина Леонидовна Тамбовская и старший по переулку Яблоневой в микрорайоне Мостовая Сергей Владимирович Киндяков. Последние годы микрорайон Мостовая регулярно затапливала. Как обстоят дела этой весной и что изменилось по сравнению с прошлыми годами в Мостовой? Есть подтопление нескольких домов, это связано с причинами где-то пробили новые родники и из горы вода идет на огород. В той или иной степени всегда после схода снега где-то образовывались лужи. У кого-то на участке довольно-таки прилично много воды, даже по колено, а то и больше было в низине. Люди справлялись своими силами, выкачивали воду при помощи комп и делали отводные канавы. Это вы говорите, наверное, про талые годы, да? Совершенно верно. А паводку? Как это паводок было? Ну, паводок, вы имеете в виду то, что разлив реки? Да. На моей памяти я проживаю 8 лет, я не помню такого. Ну, всему этому предшествовала большая работа управления инженерной защиты, причем, насколько мы знаем, работа началась еще в августе прошлого года. Расскажите по этому подробнее. Управление инженерной защиты приступило к обильному выполнению работ по очистке водоотводных канав в августе 2017 года. Мы начали расчистку центральной канавы на улице Звездная, впрочем, в которой стекают воды с улицы Российской, также туда попадает у нас с яблонь его течет на труда, с труда также она пересекается с ботанической, то есть все равно они все стекались туда тем или иным образом. В связи с чем было принято решение главой города, главой администрации города и заместителем Гигерем Сергеем Владимировичем приступить к выполнению данных работ. Была проведена вырубка, то есть выкосили, выпилили все, что мешало вдоль водоотводных канав и начали ее прочистку, то есть всех водовыпусков, всех. Параллельно, то есть велись работы уже по расчистке на улице Труда, также водовыпуски были сделаны на улице Российской, Яблоней, Ясеневой, то есть куда успели зайти. В этом году первый раз по решению также главы города и главы администрации города и заместителем Гигерем Сергеем Владимировичем было принято решение, мы начали работать с января месяца, то есть еще в праздничные дни. Мы без остановки вели работы, также подготовительные работы и расчистку. Мы стали убирать, расчищать снег, пропускать водовыпуски, как бы чтобы это было легче. Снега действительно в этом году было меньше намного, поэтому мы стали раньше убирать лед. Погода, я скажу, тоже позволяла. Ну, были морозы, но не такие, как в прошлом году все равно зима была потеплее. Вот, и сейчас на данный момент на участках возникают проблемы, в основном у тех жителей, которые, знаете, снег, начинает таять снег, они начинают бить панику, что нас топит, хотя это самый обычный снег. То, что идут родники, сейчас мы тоже принимаем с ними меры, то есть благодаря также вот старшим по улице мы взаимодействуем. Вот, у нас выезжает глава администрации, то есть Ленинского района выезжал сам Сергей Сергеевич Панчин, он полностью курирует это под ним, Гигерев Сергей Владимирович, Алексей Владимирович Гаев, то есть под контролем полностью. Не только данная территория, а вообще по Ульяновску вся территория, та, что находится в паводковой зоне. На мостовой в этом году выполнен огромный объем. Мы надеемся, что на данный момент не затопило ни одного дома, чего не бывало с 2012, мне кажется, по-моему, года, да, если мне не ошибает память. То есть надеемся, мы выдержим, как бы справимся с этим. Но опять-таки совместно с жителями, потому что вся проблема – это забитые канавы бытовым мусором. То есть там не столько заиливание, а сколько бытовой мусор. Это самая наша большая такая проблема. Жители сами засоряют? Сами. Там полностью сами, да. Сейчас на труда у нас спасибо тоже вот огромное. То есть у нас работник совместно он курировал. Сергей обнаружил, что подъем уровня воды, он тут же сообщил, мы быстро среагировали, приехали совместно с управлением гражданской защиты, совместно с МБУ «Домремстрой» по решению и под личным контролем главы администрации города, заместителем главы, это Гигаревым Сергеем Владимировичем, они полностью там были, присутствовали, все. Мы совместно провели работу, то есть по повторной расчистке, хотя мы два раза ее уже прочищали в этом году еще раз, мы думали там, если честно, просто лед. Когда стали пробивать, вычищать, оказалось, что там попал пакет мусора, причем он небольшой, попало бревнышко, этот пакет зацепился за это бревнышко, на нем образовалась наледь, то есть снег сходил, плюс температура были перепады, и в итоге почти пол вот этой водной канавы ее перекрыло льдом с двух сторон, и посередине мы не видели, что происходит. Когда начинали расчистку, честно, мы думали, что мы боремся просто налить, мы уберем лед и все. Оказалось, там все гораздо... Ну, раз уж вы затронули тему института старших по улицам, Сергей Владимирович, скажите, расскажите на личном примере, в чем же заключается работа старших по улицам? Благодаря Владимиру Владимировичу Сидорову, это наш председатель нашего ТОСа, вот, у него была инициатива избрать старших по улицам, это примерно год назад, значит, были избраны на каждой улице и переулке граждане ответственные, кому интересны проблемы соседей и свои в первую очередь, и кто помогает, как бы, оперативно реагировать. Как это работает? Это определенная социальная ответственность, и если ты видишь что-то не так, то, как бы, вот у нас по этому лифту информация поднимается от жителей сначала, собирается, потом старший по улице сообщает председателю ТОСа, а уже дальше идет в администрацию, либо в это еще. Каждый месяц у нас происходит собрание старших по улицам, также присутствуют жители поселка, и там, в принципе, все проблемы обсуждаются, приглашаются, значит, представители администрации, либо, например, приходил юрист на прошлое собрание, граждане задавали интересующие вопросы, то есть совершенно бесплатно можно было получить консультацию юристам. Ну, вообще, тем половодик подтопления многих интересует? Интересует всех, безусловно. Всех, абсолютно. Это затрагивает всех на территории, значит, нашего ТОСа, поэтому вопрос очень острый, и, кстати, надо сказать, Нина Леонидовна говорит правильно, то, что сейчас стало гораздо лучше, потому что мы видим громадный сдвиг, громадный сдвиг именно в плане того, что нам сейчас стали уделять внимание. Сейчас все решается очень быстро и, как бы, достаточно качественно, если раньше для того, чтобы поднять вопрос о прочистке каналов, я звонил в МЧС, там, или еще куда-то заранее, там, за несколько месяцев, работы не проводить. Сейчас буквально, там, в течение 30 минут оперативно реагирует. А как происходит процесс взаимоотношения между населением и службой? Вы звоните или переписываетесь? Ну, мы общаемся через приложение, как бы, мессенджер. У нас есть группа определенная, там, старшая по, значит, ТОСу. Также есть общая группа жителей. Вот. И вопросы задаются и там, и там, либо какие-то там. Либо напрямую у нас есть все контактные данные. Ну, в принципе, можем напрямую связываться. А как территориальное общественное самоуправление, в данном случае ТОСу Мостовая Слобода, помогает в решении различных вопросов, будь то подтопления или какие-то другие? Вы знаете, когда у нас возникает какая-то, допустим, та или иная проблема, мы созваниваемся с председателем ТОС, мы приглашаем его. Если есть какое-то недопонимание с жителями, когда мы делали водоотвод на улице пересечения Звездной-Ореховой, то есть там жители были категорически против, чтобы проводили через их участок, приезжал Гигарев Сергей Владимирович, Гаев Алексей Владимирович, разговаривали, подъехал председатель ТОСа, то есть мы пригласили его, чтобы он с жителями нашел контакт. Вот. Мы предложили пути решения, то есть их было два. Он был, скажем так, посредником между администрацией и жителями. Вот. И было принято решение. Сейчас со старшими по улицам, но опять-таки скажу, не все есть определенный косяк, которые, да, работают, с которыми можно взаимодействовать. Все знают прекрасно номер телефона мой, все прекрасно знают номер телефона замглавы у нас Гигарева Сергея Владимировича, то есть он точно так же доступен, он точно так же все. Если поступает какой-то звонок ему, он тут же перезванивает по всем службам, мы все туда выезжаем. Сейчас это очень отлажено и с этим очень строго. Мы готовы идти на контакт с жителями, мы ждем от них таких же решений. С председателем ТОС взаимодействие у нас отлажено. Любые работы, которые мы планируем, мы приглашаем его, то есть по тому же водоотводу, по тому же прочистке, мы показываем ему причину. В дальнейшем на собрании, на сходе граждан, просто им разъясняют, в чем была причина, допустим, нарушения того или иного водоотвода. Мусор, заиливание или же там полностью было отсутствие водоотвода. То есть это все. Он, скажем так, более как сам житель этой мостовой, он ему объясняет обывательским простым языком. А вообще часто бывают проблемы взаимопонимания между службой и населением, потому что, насколько мы знаем, такие есть. Такие проблемы бывают. Сейчас мы стараемся их как-то отрегулировать, уладить. Мы готовы, мы открыты ко всем, мы готовы по на стекло взаимосотрудничества. К сожалению, жители немножко воспринимают в штыки. Каждый считает, что это его собственность. Даже дорога, которая находится на прилегающей территории, они должны убирать ее сами. Вот это донести, к сожалению, очень сложно. В остальном, по-моему, у нас все отлажено. Взаимопонимание. Сергей Владимирович, вы даже имеете удостоверение общественного помощника главы Ленинского района. Это как-то помогает во взаимодействии с властью? Честно скажу, удостоверением я ни разу не пользовался, но определенную степень свободы и ответственности она добавляет. Потому что, если раньше я не мог ни с кого ничего просто спросить, сказать, что, допустим, прекратите сваливать мусор или еще какие-то противоправные действия, если человек делает даже, то сейчас я могу воспользоваться удостоверением и на основании этого хотя бы такого формального документа иметь возможность уже с человеком говорить с другой полицией. Люди слушают? Я говорю еще раз, ни разу не пользовался, но думаю, что да, в принципе, это же документ. Нина Леонидовна, кроме мостовой, ваше управление работает в других частях города. Расскажите поподробнее об этом. Наше управление, согласно своей установленности, занимается противоползневыми мероприятиями. То есть мы обслуживаем весь Лужско-Свиярский склон. В настоящий момент проведены полностью противопаводковые мероприятия, то есть открыты все водовыпускные системы по всему Лужску-Свиярскому склону. То есть все, что на нем находится, все, что мы могли найти, все открыто. То есть это штольни, это коллекторы, это все колодцы, это все лотки, ну, все, что только возможно, чтобы облегчить проход талых вод. А что касается спуска Степана Разина? По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям ООО 26 числа января 2018 года, это номер 3, было принято решение создать комиссию, комиссия, которая будет делать, проводить мониторинг в районе города, во всех зонах подтопления, которые подвержены у нас риску и оползневые склоны. В настоящий момент комиссия работает ежедневно, они объезжают все зоны, которые подвержены подтоплению. Начала она работать с января месяца, более обильно она начала работать, значит, февраль и март. Сейчас это по два раза в день утром и вечером совершаются комиссионные выезды, то есть это представители от районов, идут от администрации, представители от МБУ гражданской защиты, от нашего управления, Дом Ремстрой, Управление по благоустройству, идет полное взаимодействие. Председателем данной комиссии является заместитель главы администрации города, начальник управления по строительству Гигерев Сергей Владимирович, и все эти акты идут за утверждением председателя комиссии по чрезвычайной ситуации Гаева Алексея Владимировича. То есть все акты полностью комиссионно представляются ему, в которых описывается полностью объект осмотра, то есть та территория, которая подвержена, в ней также идут ситуации на тот или иной момент, где полностью прописывается, что происходит в настоящий момент, и выводы, то есть какие-то рекомендации, что можно сделать на данном участке, чтобы предотвратить ту или иную ситуацию. По решению уже председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям принимается решение, он либо принимает, утверждает данные выводы, либо он их отклоняет. До настоящего момента у нас более составлено 50 актов, то есть осмотры предотвращено полностью благодаря этому комиссионному осмотру на мостовой, в пригородной сделано очень много работы на реке Сельц, в этом году первый раз тоже за много лет, это вблизи района Сахарная мельница. Совместно с управлением гражданской защиты были проведены работы, это выпилено более 4000 квадратных метров, значит территория выкашена, вот 90 деревьев это самое, выпилили, очищено и извлечено из воды, то есть это переодевались спасатели, это на лодках, это, ну, совместно очень тяжелая работа, в настоящий момент это спасло от обильного подтопления, удачно. А скажите, сколько человек у вас работает в службе, сколько техники задействовано, вообще хватает людей? В настоящий момент у нас работает в управлении 35 человек, мы ведем набор, по штату у нас 50,5 человек, то есть в штате находятся, вот, техника в настоящий момент у нас на ремонте, рассматриваются вопросы главы администрации города о приобретении нам техники, то есть это все на контроле точно, вот, сейчас решается вопрос об ее увеличении. Ну, конечно, вот такое хорошее взаимодействие между властью и жителями не у всех далеко, только можно, наверное, в качестве примера как раз привести мостовую. Вот какие рекомендации можете дать вы, например, в качестве старшего по улице другим жителям, вот, если возникла какая-то проблема, не обязательно это паводок, подтопление, как вот организовать все это, куда позвонить, что сделать, чтобы решить проблему? Если речь идет о нашем ТОСе или вообще? Вообще. Вообще, конечно, надо объединяться, создавать тоже какие-то, например, тоже ТОС, да, если это поселок или что-то там еще такое, выбирать старших по улицам, потому что это эффективный метод работы, я объясню почему. Вот, если взять наш ТОС, это 220 гектар, то есть это только территория застроенная, то есть дома и участки. Вы представляете, да, что такое? Я приведу пример еще, что, например, пески, весь микровый песк, это 110 гектар, то есть мостовая, она в два раза больше по объему территории, а жителей там в 10 раз, а то и, наверное, в 20 меньше. То есть следить за таким большим объемом земли, соответственно, и всеми инженерными коммуникациями, просто невозможно администрации. Поэтому и необходимо старший по улицам и председатель, кто будет взаимодействовать. Мина Леонидовна, а вы, вот с вашей точки зрения, возникло подтопление? Куда жителям обращаться? Куда бежать? Знаете, в первую очередь нужно звонить, это 112, это 05 городского телефона, то есть это в любом случае, потому что они принимают телефон, они уже передают по всем остальным службам. Сейчас в администрации районов у них точно даже есть свои дежурные телефоны. И все, что касается у нас оползневых районов, это и плюс поселка Мостовая, это наш номер телефона 44, 57, 76. Работает он у нас в настоящий момент круглосуточно, то есть у нас все время там кто-то сейчас дежурит по моему личному решению, то есть в период паводка у нас круглосуточное дежурство, поэтому мы всегда готовы принять, всегда готовы помочь. На Мостовой произошло, например, это было на прошлой неделе с 5 на 6, правильное число, то есть обратился Сергей Владимирович у нас к сотруднику, который дежурил, курировал на тот момент в поселке Мостовая, то есть ходил вечером, это было где-то часов 6, в 7 по-моему, да, он тут же доложил мне как директору, было принято, соответственно, я доложила заместителю главы администрации города Гигарева Сергею Владимировичу, он приехал даже раньше нас, то есть он уже через 15 минут был там, в течение буквально 30 минут подъехали все службы, то есть мы были уже там, начали принимать меры. Все решено. Дома были спасены, да. Спасибо большое вам за ответы, надеюсь, наша информация поможет другим ульяновцам, чтобы решить свои проблемы. Ну а наша передача подходит к концу, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова